Добрый день, уважаемые коллеги! Я рад приветствовать вас на сегодняшнем обзоре, в котором мы рассмотрим новую АТС компании Ястар. Это АТС Ястар серии P. АТС поставляется в такой вот картонной коробке. Значит, на коробке у нас есть надпись Ястар. Также на другой стороне, боковой стороне коробки у нас есть надпись Альпиматика. И на другой боковой стороне у нас есть бирка, которая, этикетка, которая показывает ее IP-адрес, серийный номер и другую, как бы, системную информацию о поставке, логистическую информацию об АТС. Давайте откроем коробку, посмотрим, что же у нас внутри. Открываем. А внутри у нас АТС аккуратно, красиво уложено на полипропиленовых держателях. Достаем, вот она наша АТС, кладеная, кладеная вот каким-то способом. Далее достаем дополнительную коробку с принадлежностями. Сейчас посмотрим капитацию. Распаковываем АТС. Достоянная из полипропиленового пакета. И вот у нас такое вот красивое изделие. Красиво покрашенное. Аккуратно выведены разъемы. Красивая передняя панель. Вот такой вот у нас красавец поступил к нам в продажу. В ближайшее время будет вебинар, в котором будут рассматриваться возможности данной серии. А сегодня мы рассмотрим только внешний вид и комплектацию изделия. Давайте откроем коробку, в которой находится принадлежности. Сверху у нас лежит гарантийный талон компании Epimatico. Далее у нас расположен шнур электропитания. Патч-корд для подключения АТС к локальной сети. Крепление в 19-дюймовую стойку с болтиками. И тут болт заземления. Далее у нас идет крепление для установки АТС жесткого диска формата 2,5 дюйма. А также две заглушки для установки модуля расширения. Точнее это две панельки для того, чтобы можно было установить модуль расширения. Вот такие вот у нас две панельки. Вот у нас вся комплектация. Закрываем этот талонщик. И посмотрим, что же у нас на самой АТС. А на самой АТС у нас на передней панели есть две вот эти заглушки, которые снимаются, устанавливаются вот эти панельки. И, соответственно, модуль расширения с интерфейсами здесь размещаются. Далее на передней панели также у нас логотип. У нас марка станции, модель станции. И здесь вот некоторые есть светодиоды, которые, наверное, что-то сигнализируют. И NFC-датчик, с помощью которого можно, используя мобильный телефон, настроить экстеншн, настроить экстеншн Линкус, то есть подключить его к внутреннему номеру на станции. Мобильное приложение зарегистрировать на АТС. Далее на задней панели у нас вначале расположен разъем электропитания с выключателем. Вот здесь у нас есть отверстие с резьбой под установку болта заземления. Далее у нас идет LAN-разъем. Вот он, WAN-разъем. Разъем консоли. И разъем USB. Также есть слот для установки SD-карты для записи разговора. Кнопка сброса, она утопленная. Сброс необходимо выполнять каким-то острым, например, зубочисткой или спичкой. А также два индикатора. Это старт-система, то есть работа системы, систем называется, и пауэр, то есть электропитание системы. Также на задней панели у нас есть отверстие для установки антенн для подключения модулей мобильной связи. Верхняя крышка закреплена на болты. Два с этой стороны, три с тыльной стороны и еще два с другой боковой стороны. Крышка может сниматься. В АТС могут быть установлены модули. Давайте сейчас откроем верхнюю крышку и посмотрим, что у нас под капотом. Давайте отминтим болты. Открываем крышку и смотрим. Внутри АТС у нас есть блок питания с защитным кожухом. Также у нас есть материнская плата АТС. Радиатор, установленный на процессор. И также DSP процессор. Виден слот для установки дополнительного модуля расширения для номеров и одновременных вызовов. А также разъем для установки жесткого диска. Как мы видим, пространства в АТС много. Значит, здесь могут устанавливаться модули расширения. Далее мы уже более подробно рассмотрим. В следующий раз, как эти модули расширения установить и как они настраиваются. Вот такой вот у нас вид внутри станции Ай-Пи-АТС-Виастар-Серипе. Вот такая вот она красивая. На нижней панели мы видим бирка с логотипом станции, с серийным номером изделия. Также МАК-адресами портов Ван и Лан. Вот и также информация о том, что когда к станции подключаться, нужно выйти на адрес 192.68.5.150, порт 80.80. Написано, что изделие изготовлено в компании Ястар в Китае, город Сяомы. Ну вот, в принципе, и все. Спасибо за внимание. В следующих видео мы покажем, как этот АТС настраивается. И в ближайшее время Эдуард Макаев выступит с вебинаром, в котором он расскажет о возможностях, о характеристиках Ай-Пи-АТС Ястар-Серии-П. Спасибо за внимание, коллеги. До свидания. АПЛОДИСМЕНТЫ